Музыка Каждый месяц в нашем городе проходят удивительные, незабываемые встречи с московскими артистами. В рамках культурного проекта уездная арт-гостиная «Волжские премьеры». Гостеприимная углическая земля радушно и искренне принимает все новых исполнителей. От всемирно признанных и любимых до неизвестных, молодых, но очень талантливых. Круг поклонников проекта, а также его вдохновителя и постоянного ведущего Семена Сон, становится с каждым разом все шире. Поэтому местом проведения концерта авторской песни был выбран уютный малый зал Дворца культуры. Открывал концерт лауреат Всероссийского фестиваля авторской песни имени Грушина Виктор Попов. Научи меня по небу гадать, репески перебирая у звезд. Только, Господи, не дай мне устать от разбудец и запаха броз. Научи меня гадать по ветрам, вырывая, удожать вас седином. Только, Господи, поменьше бы орам от того, с кем ожидаешь весом. А еще меня гадать научи по молчанию и мерцанию огоня. Только так, что в круг молчащей свечи собирались бы друзья и родоня. В интервью после концерта Виктор признался, что, несмотря на многолетний опыт исполнительской деятельности, очень волновался во время выступления перед угличанами. Зато удовольствие от общения получил колоссальное. Первое, что на меня это большая ответственность, потому что я видел уровень тех концертов, которые были до этого. И хотелось, чтобы наш концерт как минимум был не хуже. Это первое, что было. Поэтому было волнение. Может быть, излишнее, потому что я первый раз перед этой аудиторией. И, в принципе, кроме Алексея Карелина, я из всех остальных никого не знал. Мне здесь чуть-чуть не хватало светового решения, потому что дневной свет, он, конечно, не создает ощущение интима и праздника. Я человек камерный. Но если бы еще было бы это, я бы, конечно, вообще бы ушел бы в песню, растворился бы и отдался полностью. Неподвижный холодный туман, запах гали и горечь досады. Жанна, дарк, не бери, Орлеан, по себе закохнется в осаде. Жанна, дарк, не бери, Орлеан, по себе закохнется в осаде. Песня, адресованная Жанне дарк, не единственная в репертуаре Виктора, возвращающая в эпоху Орлеанской Девы и к другим страницам мировой истории. Угличане слушали эти песни, что называется «Затаив дыхание». Публика замечательная. У меня жена родом из ваших краев, она у меня родом из Рыбинска. И этот путь, который мы ехали, нам очень знаком. И в Рыбинске у меня часто бывали концерты в Ярославле. И всегда, конечно, заходим в Углич. Всегда заходим, бродим по городу и получаем массу удовольствия от всего. Вообще, я тут очень люблю этот край, он для меня уже очень близкий. Помимо хороших впечатлений от концерта, я так думаю, что я много хороших знакомств отсюда еще увезу. Творческий вечер – это действительно не просто концерт, а еще и прекрасная возможность завести интересные знакомства, пообщаться, обогатиться духовно, найти друзей по интересам, приобрести сборник, диск полюбившегося артиста, получить автограф. Но уникальность этого вечера заключалась еще и в том, что на одной сцене вместе с уже известными выступали непрофессиональные авторы и исполнители, доценты, ведущие педагоги, представители одной из самых древних и почетных профессий – переводчики, во главе с президентом Союза переводчиков России профессором Леонидом Гуревичем. Причем каждый из них индивидуален, интересен, ярок и неповторим. К сожалению, в телевизионном формате сложно передать атмосферу вечера. Тем не менее, знакомьтесь, Леонид Гуревич. Понятно, что я из поколения мальчишек большой войны. Естественно, что детская память породила и многие потом стихотворные строчки. А жизнь превратилась в ветер, и стынут зрачки в глазнице, Лишь редким порывом ветра память вдруг вспыхнет зорнице, Поле войной изрытое, ржавых гранат урожает, Тело шинелью укрытое, поминальных собачьих лай. Тело шинелью укрытое, смотрит в небо танкист сгоревший, А вокруг, куда взгляд нитит, над землей, от беды онемевший, Неизбывная вечная сила. Ирина Олехова Профессор МГУ Автор профессиональных и поэтических переводов с французского языка, А также исполнительница французского шансона и бардовской песни. Михаил Загод Доцент лингвистического университета Профессиональный переводчик, поэт-песенник, композитор и исполнитель. Автор песни, а точнее гимна любимой профессии Ты переводчик, переводи. Ты переводчик, переводи. В первой нескольчей Всегда плетит За то, он милый Нескар И профессиональный Кандыка Людмила Сон Кандидат наук, доцент кафедры романа германской филологии Российского государственного социального университета Преподаватель испанского языка А главное, обаятельнейшая женщина Своим выступлением она просто пленила сердца зрителей Это был настоящий мастер-класс по переводу В сочетании с изяществом языка и женственностью Быть переводчиком, это, как я уже говорила, очень совестная профессия Потому что можно так и переводить, что потом будешь извиняться долго перед автором Есть такое замечательное стихотворение Федеи Гарсио Лорки Гитара Не менее проникновенно и чувственно Людмила Сон напомнила историю всемирно известной и всеми любимой песни Целуй меня страстно так, как если бы эта ночь была последней Общение было живое А вот что самое главное, то что у нас уже давно отсутствует Потому что фонограмма, это неживой звук Телевидение тоже неживое Мы получаем это через цифровое вещание Радио тоже через цифровое вещание И как бы даже мы соседей не видим И не знаем, кто живет А тем более общаемся по мобильному телефону Тоже цифровая связь И вот искусство мне показало, что слово Поэзия высокая наших современников И насколько сейчас красив русский язык И как звучит красиво испанский, может быть мы не понимаем Французский Как эти языки сами по себе красивые Какие прекрасные есть переводы У вас здесь, в этом зале, настолько тепло Настолько уютно Во-первых, я очень люблю камерные именно залы Или залы, пускай они будут большие Но обязательно должен быть очень средний Потому что нужно смотреть на людей Нужно смотреть на реакцию Нужно смотреть на глаза Вот это самое главное, мое условие Скажу так И когда я приехал и увидел, что все мои условия здесь соблюдены Ну я шучу, конечно, да Но мне стало просто спокойно и хорошо Народ принимал замечательно Огромное количество поклонников авторской песни Что просто радует очень Потому что сейчас авторские песни К сожалению, ни на радио, ни на телевидении Особенно не жалуются руководителям этих каналов Поэтому найти ее можно только на концертах Только на каких-то записях Каких-то абсолютно редких каких-то программах Из-за того, что был спектр различных Была и поэзия Была поэзия 60-х, 70-х, 80-х годов Была и современный юмор был И песни вспомнили в финале Все-таки те, которые когда-то Висбор пел И которые как бы все знают То есть мы сделали так, что зал самостоятельно Почему бы специально это не делали? Зал, естественно Как-то волна накатился Вот И почувствовал единение с артистами То есть все оказались артистами Что и требовалось И мы очень благодарны Самые благодарны Это, безусловно, аплодисменты Которые ты получишь И получает Это и сам зритель получает И отсюда, в принципе, вот это и есть счастье Автор проекта «Волжские премьеры» Семен Сон Как истинный маэстро аккомпанировал весь вечер А как ведущий продолжал знакомить зрителей с гостями Следующий поэт-переводчик Исполнитель городского романса Представитель Грушинского фестиваля в Самаре Алексей Смирнов Где мы, зима, свободна от льда И все на свете радостью согрета Светла живая теплая вода А льды гуляют в одоле нигде-то Где мы, там шпили тонкие остры Там город тих, нам не слышна его речь И глядя на осенние косты Мы забываем про земную поречь Алексей Карелин Композитор, исполнитель, неоднократный участник телепередачи Эдуарда Успинского В нашу гавань заходили корабли С которой, собственно, все и началось Сам пою мало, а меня поют много К этому я стремился всю жизнь На телевидении кто меня взял первый раз на ТВ-6? Эдуард Николаевич, я пел там хулиганскую песню Я вам, ребята, расскажу, как я любил Мадам Банжу Мадам Банжа, Мадам Банжа была на него хороша Это все было в прямом эфире Так Эдуард Николаевич не поленился Он нашел автора этой песни Автор этой песни оказался Владлен Бахнов Который был автором сценария «Иван Васильевич менять профессию» И «12 стульев» Гайдая Бахнов умер Он пригласил сына Бахнова Ради одной этой песни Сегодня со мной приехали мои друзья Витя Попов, Гена Самойлов С Геном Самойловым мы в нашей гавани С Витей Поповым мы вообще в одной пробирке Как я уже говорил Потому что мы вместе пластинки писали И он тоже работает с поэзией настоящей Но самое интересное, что мы никогда не пересекаемся То есть то, что нравится мне из стихов Это как его Витя не подбирает Да, вот это вот У каждого композитора свой музыкальный ряд Вот есть совершенно свой почерк Почерк обязательно узнаваемый Долгое время Алексей работал с поэтессой Риммой Казаковой Вероятно, поэтому в его репертуаре немало женских песен Тяжело, как любить за женщин Но я как бы искусно притворяюсь Я не помню светлее и теплее заката Мы стояли над бездной В тишине бесконечной Под хрустальной небесной В высотой подвенечной Мы были рядом И полы парень Над нами очень сгорающего дня Сначала взглядом Потом дыханием Потом губами Не нарушая традиции проекта Волжские премьеры В концерте авторской песни Принял участие и юный угличанин Учащийся дома детского творчества Сергей Смолкин Исполнивший песню О падающей звезде Собственного сочинения Вечерняя звезда Расскажи, покажи Как ты падаешь сверху вниз Ведь я знаю, что тяжело тебе Нелегко, но Продолжаешь падать вниз И я понимаю Что сгорает мой аскиз Что сгорает мой аскиз Я очень с удовольствием приехал в Углич Я здесь никогда не бывал И я думаю, что еще приеду Наверное, летом, сейчас морозы И новые песни попоем Потому что у нас проект замечательный Зреет детских песен Которые сейчас практически никто не пишет Шарики, шарики, ловите радугу мою Шарики, шарики, какой понравится, дарю Ну, и пишутся и романсы И я подумаю о песне Об Угличе Встреча, наполненная неповторимыми ощущениями Длилась уже больше двух часов И по логике подходила к завершению Но когда на сцену вышел актер Геннадий Самойлов Большой, веселый, энергичный Казалось, зрители вообще забыли Обо всем на свете И с головой окунулись в атмосферу Московского бард-кафе «Гнездо глухаря» На город тихо опустился вечер На улице зажглись все фонари Я приглашаю вас на нашу встречу В кафе там, где гнездятся глухари Я вам спою сегодня много песен О нашей жизни сложной и простой И вдруг моих друзей пусть будет 10 Ведь без друзей жизнь кажется пустой И вдруг моих друзей пусть будет 10 Ведь без друзей жизнь кажется пустой Казалось бы, все песни уже спеты И вряд ли можно чем-то удивить Но есть еще наивные поэты Которым это все не объяснить И разложив стихи на три аккорда Сыграв мотив на ломаной струне Поэты без уюта и комфорта Разносят свои песни по стране Поэты без уюта и комфорта Разносят свои песни по стране Я не был к вам в гости, думал, что для вас исполнить Но вот шуточные песни, я, пожалуй, считаю Что это самый верный ключ для продолжения общения Итак, песня после работы Это размышления мужчины среднего возраста После работы на мягком диване Включив телевизор на нужной программе Ты погружаешься в сюжет детектив И открываешь баночку пива И все, что за день накопилось плохого Куда-то уводит снова и снова Куда-то девается вся суматоха И кажется, что все не так уж и плохо Оставив тело и ближайшие планы Жена под коджером читает романы Ее возбуждают любовные сцены Ведь в этих романах все слож супермены Тогда-то она мечтала стать стюардессой Но лайнер не смог поднять крышки во веса У женщины каждым свои секреты Рецепт красоты и метода диеты Мужчина всегда остается мужчиной Бывают и ссоры по разным причинам И ты понимаешь, жизнь сложная штука И в этом вопросе бессильно наука Тебе бы махнуть в Сочи или Карпаты Но держит тебя небольшая зарплата Вот счастье не в день Дело не в этом, но грустно когда-ли Попросту нету все наши проблемы Ничто по сравнению с цуннами, пожарами Землетрясением, опять в новостях Где-то новая драма, в которой всегда Место есть для рекламы После работы на мягком диване Ключи в телевизор на той же программе От всей болтовни ты устало зеваешь И тихо, как в детстве, в мимо засыпаешь Павел Геннадий, потрясающий актер Другие песни, другие песни Но это потрясающе, сколько энергетики Я больше Пьеро, а Геннадий больше Орликин Из него, так сказать, вот это все Каждый знает, что такое дача Это солнце, воздух и вода Там на даче, так или иначе Чистая природная среда Можно отдохнуть из-за границы На каких заветные рубли Но ни с какой уницы не сравниться Дачный отдых в выходные дни Мне жена все уши прожужжала Каждый день и капала на плеч Я давно нигде не отдыхала И я хочу в Борисе в Бутапешт Не понял, говорю, а как же дача Зачем на телесейские больные рода У нас места такие, что заплачешь И всегда потом под Богом мать твоя Обладая таким неиссякаемым чувством юмора И талантом экспромта Геннадию несложно держать публику На постоянном пределе Песен где-то у меня около 60 Но это песен, которые я пою на своих концертах Потому что есть еще другая тематика Это песни шансона Хорошего шансона, доброго, нормального Просто песни, которые рассказывают о жизни Но их порядком, если вместе все собрать То где-то около 100 песен есть Но в своих концертах я использую пока около 60 Вот вы выходите на сцену Наверное, пока вы идете, по крайней мере, до микрофона Вы уже знаете, какую вы будете первую песню исполнять А дальше как это происходит? По залу, я ориентируюсь по залу Что интересно, потому что я стараюсь начинать Вроде как с шуточных песен Но потом все равно зрителя вовлекаю В какие-то проблемные, может быть, темы Поэтому зритель должен работать на концертах Точно так же, как и автор, как исполнитель Это имел в виду всегда Владимир Семенович Высоцкий Потому что на концертах у Высоцкого нельзя было расслабиться Все время напряжение И даже когда он пел шуточные песни Все равно какая-то доля такого электричества Ходила по залу Поэтому концерт должен быть полноценным Иначе зрители не получат того, зачем они пришли Они пришли за информацией Они пришли за хорошим настроением Они пришли, в конце концов, просто отдохнуть, может быть Вот если они не будут участвовать в концерте Ничего не получится И как бы ни старался актер Как бы он не из кожи лез Пытался что-то показать, доказать Ничего не получится Если нет участия в зале, все О том, что зал, получив мощный положительный заряд энергии Всецело принимал участие, сказать мало Самойлов уже произвел фурор Но на финал выступления Актер приберег еще одну шуточную песенку Предложив залу исполнить простенький припев Зритель, не задумываясь, послушно согласился Поскольку уже не осознавал, что происходит на самом деле Итак, китайская неделя Ну как нормальная неделя Китайская тоже начинается с понедельника Рассчитываю на вашу поддержку Поехали, понедельник Солнце восходит на речке и вуалет Китайцы на речку идуть Лопаты и грабли держат в руке И мало патриоты несут Внимание! Внимание! Показуем на речку и д moc Показуем на речке и вуалет Солнце восходит на речку ПЕСНЯ Здесь, пожалуй, можно вполне ставить точку, напомнив, однако, что уездная арт-гостиная Волжские премьеры готовит еще не один сюрприз. И следующий совсем скоро. Я думаю, что мы придем все-таки к Гайдену, Вивальде, Бетховену, и, наверное, в ближайшее, я так думаю, будет сюрприз связан все-таки с классической музыкой, с молодыми, потрясающими исполнителями. Струна осколком эхо против тугуюсь, Качнется кубовым небом Большой день звездно-снежный, Как столь, что все здесь сегодня собрались. Качнется кубовым небом Большой день звездно-снежный, Как столь, что все здесь сегодня собрались. Субтитры создавал DimaTorzok